В Югре участники специальной военной операции и члены их семей получат дополнительную поддержку от региона. Сегодня на первом здании осенней сессии окруженной думы депутаты приняли целый ряд законопроектов. Они дают этой категории граждан пакет льгот. Например, военнослужащие из Югры получили право на первоочередное предоставление земельных участков для жилищного строительства. Еще один документ касался статуса людей, которые выполняют задачи СВО в добровольческих формированиях. Теперь их детям, пасынкам и пачерицам будут компенсировать плату за детский сад, а также предоставлять горячее двухразовое питание в школах и колледжах бесплатно. Кроме того, сотрудники силовых ведомств, которые участвуют в спецоперации, и члены их семей смогут приватизировать служебное жилье. И также бесплатную юридическую помощь могут получить опекуны. Те, которые воспитали до совершеннолетия участника специальной военной операции, они эту дополнительную бесплатную юридическую помощь могут получать. То есть, вот такая новая возможность появляется. Также парламентарии сегодня приняли исполнение окружного бюджета Югры за первое полугодие. Доходы региональной казны составили свыше 198 миллиардов рублей. Расходы бюджета исполнены в сумме 155 миллиардов рублей. Кроме того, за первые шесть месяцев образовался профицит. Превышение доходов над расходами составило 43 миллиарда рублей. Такая ситуация образовалась благодаря дополнительным поступлениям от налога на прибыль. Это позволило направить дополнительные средства на реализацию региональных госпрограмм. Депутаты отметили, что бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. И к концу года округ выполнит все свои социальные обязательства. Динамика по исполнению бюджета положительная. Есть больше доходов, чем расходов, которые были запланированы. Все это связано с курсовыми разницами по цене нефти на бирже. И я думаю, что конец года тоже нас порадует, так скажем, по тому, как был запланирован бюджет. Ведущие кардиологи и кардиохирурги страны собрались в Сургуте. Сегодня впервые в истории Югры там проводят большую научно-практическую конференцию Уральского федерального округа. Ее приурочили не только к грядущему Дню Сердца, который отмечают 29 сентября, но и 25-летию со дня образования в регионе кардиологической службы. За четверть века эта отрасль медицины Югры прошла путь от 15 койко-мест в кардиоотделение до 7 тысяч высокотехнологичных операций в год. Сегодня наш регион входит в пятерку лидеров в России по низкой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь ставку делают на развитие телемедицины и искусственного интеллекта. В рамках конференции югорские медики поделятся своим опытом в условиях, приближенных к реальным. В окружном кардиодиспансере проведут масштабный мастер-класс, что уникально задействует отделение реанимации. На симуляторе врачи покажут, как действовать в критической ситуации. Я в округе чуть меньше, чем 25 лет живу. Но очень хорошо помню тех скептиков, для которых создание современных высокотехнологичных больниц в округе казалось полной ерундой и совсем не нужным занятием. Так нам здесь живущим повезло, чтобы все-таки те, кто смотрел вперед, те, кто это планировал, они видели это все по-другому. Все изменилось в плане уровня диагностики. То есть сейчас просто больше выявляемость. Примерно распространенность этих болезней, скорее всего, была похожая всегда, но обращаемость, выявляемость, диагностика были на принципиально ином уровне. Поэтому статистика изменяется за счет этого в первую очередь.